Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Очень интересная тайна, что вокруг нас происходит уникальное и историческое событие. Да, историческое, это значит космическое пространство открывается перед нашими интересными моментами. Вы думаете, что это все просто так появляется? Да нет, не спешите радоваться. Это может быть и проблема. Посмотрите сами. За все время люди создают какие-то технологии. Нет, не для улучшения, а для ухудшения каких-то событий. Кто-то создает природную пушку, а кто-то создает наоборот какие-то объекты, оружие и так далее. Но мало того, что людям создают удобство. Да, для таких моментов есть хорошее, но для этого нужна хорошая зарплата. И что на самом деле происходит? Почему я это сейчас все говорю? За все время люди видят какие-то необычные огни, знаки или что-то наподобие. Они думают, что вокруг нас что-то происходит интересное и даже необычное. Но многие люди задумываются только о том, что им завтра прожить или как, чтобы день прошел. Но вот очень интересный момент. Мы заметили, что за последнее время военные просто-напросто знают, но скрывают. А скрывают они очень-очень много тайн. Вот, например, летающие объекты или что-то наподобие. Они циркулируются по разным там интересным статьям и событиям. Но есть множество технологий, которые тяжело даже объяснить в эту ситуацию. Про что я имею в виду, друзья? Про то, что множество технологий, которые на самом деле происходят, это созданы именно человеком. А вот человек скрывает эту технологию. Зачем, для чего и почему это тяжело даже представить. Но я, друзья, готов вам рассказать про несколько удивительных моментов. Кавказ скрывает реальные и очень необычные технологии, как вооружение. И вот, друзья, хочу вам рассказать про то, что происходит. Эти технологии, друзья, просто масштабов очень-очень много. И их, друзья, тяжело даже представить, что за все это время люди даже не представляют, что на самом деле видят. Они видят много чего интересного, а самое главное, странно. Но объясните мне, пожалуйста, почему множество технологий, которые мы видим, их считаем НЛО? Это тяжело даже представить, но на самом деле объекты НЛО часто маскируются под каким-то объектом. Это может быть летающий, это может быть какой-то ползающий, даже может космический. Но вопросов, конечно, очень много. Политики и инженеры взаимосвязаны. То есть, мы видели множество военных баз. Вот, например, один из этих видеосюжетов находится на закрытом доступе. То есть, эта военная база располагается высоко в горах. Но часть про нее вообще, можно сказать, закрыта. И вы не узнаете, где именно и что там происходит. Но нам подписчики начали присылать очень интересное и необычное явление, которое называется «База номер один». Представьте, это самое секретное, самое опасное и самое, наверное, из всего момента, самое инженерное. Почему я это сейчас все говорю? Мы помним, что есть зона 51, это знаменитая зона 51. Все думают, что там разрабатываются какие-то инопланетные и даже, друзья, держат пришельцев в плену. Но на самом деле, если сравнивать ситуацию, что зона 51 очень-очень интересная военная база. Да, военная. И там, кроме как все, наверное, будут видеть, что там держатся в плену каких-то пришельцев и создают какие-то летающие объекты. Все это так и есть, скорее всего. Но запомните только одно. На этой военной базе располагаются не только технологии, там, НЛО или что-то еще, но там создаются реальные, необычные, огромные вооружения. Термоядерные бомбы, ракеты, какие-то лазерные пушки, какие-то там летающие необычные дроны или, как их называют, объектами. И это все, друзья, происходит в таком необычном месте, которое просто-напросто, ну, никто даже не поймет, что это реально. Но я, друзья, заметил через гугл-карту, конечно, необычные моменты. Недалеко от зоны 51 располагается она очень по масштабам огромная. Там есть множество необычных моментов, которые скрывают от нас. И все, конечно, было бы странно, если бы этого не было. Но множество ученых просто создают огромные вооружения, которым могут быть подземные какие-то оружия. Поэтому через гугл-карту можно увидеть эти огромные воронки. И масштабом разные. Кто-то считает, что там изучают какие-то лазерные вооружения, а кто-то думает, что это взрывоопасные какие-то летающие дроны или объекты, я не знаю. Но давайте все-таки разберемся. За последнее время мы увидим много чего интересного. Это летающий, необычный и очень опасный объект. Вот, например, один из этих, которое сейчас, друзья, было странным путем замечено, это Грузия. В Грузии, недалеко от горы Казбек, был замечен какой-то странный, необычный объект. И он пролетал со скоростью где-то километров 60. Местные паблики опубликовали о том, что это, скорее всего, какой-то челнок или что-то похожее на ступень. На самом деле, казалось то, что это даже не спутник, ни челнок, ни какое-то еще там происхождение какого-то там человеческих рук нет. И все очень интересным путем происходит дальше. Оказывается, этот летающий объект, который находился недалеко от Казбека, создавал какие-то помехи. И со стороны России он вылетел. И очень странно, потому что странные объекты, ну, я думаю, из космоса прилетают или где-то еще. Но со стороны других границ это было даже интересно понимать, что на самом деле происходит. И вот этот летающий объект, пролетая в какой-то там поселок или деревню, создавал очень огромные помехи. Множество людей, которые имели на автомобилях магнитные клапаны и так далее, резко машины просто остановились и перестали работать. Такое делается, как будто это секретное оружие. Но на самом деле есть и другие ответы. Так что, друзья, если вам было интересно, не забудьте поставить лайк или подписаться. Субтитры создавал DimaTorzok